Вот так мемориал выглядел еще месяц назад. Сегодня картина совсем иная, памятник просто не узнать. Гранитную и мраморную облицовку сняли. Сейчас камень груды лежит недалеко от комплекса. Рабочие на стену крепят сетку, смахивают строительную пыль, где необходимо каменное основание реставрируют. Позже на поверхность нанесут штукатурку, а одним словом ее готовят к облицовке. Над реконструкцией памятника работает компания из станицы Староминской. Предприятие специализируется на ремонте памятников истории и культуры, что, безусловно, гарантирует качество. Компания занимается ремонтом мемориалов на протяжении уже практически 15 лет. Мы построили мемориал аллеи памяти в Станице Кущевской, в Лобинске. Сейчас занимаемся также облицовкой мемориала. Также построили в Каминоломнях в прошлом году мемориал. И сейчас там и работаем стену памяти. После того, как все подготовительные работы будут закончены, стену покроют гранитными плитами. Их сейчас изготавливают в станице Староминской. Там же на поверхность нанесут фамилии захороненных героев. Буквы покроют сусальным золотом и плиты, уже готовыми для монтажа, привезут в Сочи. Кстати, это первый капитальный ремонт мемориала. Он был открыт в 85-м в честь 40-летия Победы. С тех пор только реставрировался. Здесь, в братских могилах, похоронено 2156 советских воинов. Фамилии более 1200. Из них на старой облицовке мемориала нанесены не были. Потому как были просто неизвестны. За полтора года специалисты проделали большую работу. Имена до ныне неизвестных солдат восстановили. Новые фамилии погибших воинов появятся на памятной стене уже обновленного мемориала. Идет колоссальная подготовка к празднованию 9 мая, к 70-й годовщине. И мы считаем, что это отдание памяти, дание уважения нашим предкам, которые действительно завоевали для всех нас, для всей страны эту победу. На колоссальную работу по реконструкции мемориала выделили порядка 45 миллионов рублей. Все работы планируют завершить до 1 мая. А уже к 9 мая на обновленном мемориале снова зажгут вечный огонь. Здесь пройдет митинг памяти в честь 70-летия Великой Победы. Гелена Всецна, Ольга Десятого, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.